Этот редкий образец нетрунутого переношенного триптиха Конца XV века еще больше украшен его великолепной сохранностью На внешних крыльях изображены два самых популярных святых в западном искусстве Святые Варвара и Екатерина, которые олицетворяют активную и созерцательную жизнь соответственно Святая Варвара держит Циборий, горохранительница в католических храмах Над которым парит обладка, юхаристический хлеб латинского обряда На нее часто ссылались как на защиту от внезапной смерти без причастия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Блестящий философ святая Екатерина художественно-символически изображается Увенчанная короной, знаком мученичества на окалисе с шипами И держит меч, которым обезглавили ее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Открытие триптиха показывает одно из самых ранних изображений воздвижения креста Сюжет, который начал появляться в Северной Европе в конце XV века Повествование о прикреплении тела Христа к кресту и его возвышении Здесь событие распределено по трем внутренним панелям, объединенным сплошным ландшафтом На центральной панели толпа наблюдает и сердито жестикулирует, когда поднимается крест Субтитры создавал DimaTorzok 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 За кулисами находятся две очень разные группы зрителей В левом крыле святые женщины Мария Магдалина преклоняет колени на переднем плане Святая Вероника держит судариум с отпечатком лика Христа А плачущая дева сушит слезы своим голубым одеянием Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В правом крыле на переднем плане плохой гор Которого можно узнать по бритой голове и оборванной одежде Ждет своего распятия И вверху темные зловещие грозовые тучи Которые начали переходить в центральную панель Вознесение креста сначала принадлежало члену семи Старков из Нюрнберга О чем свидетельствует герб нижней части центральной панели Алтарь использовался для личного поклонения церковной или что более вероятно домашней обстановке Художника также можно прочно связать с городом Нюрнберг И в частности с двумя ведущими художниками этого города Хансом Плейденвурфом и Мишелем Вольгемутом Когда Плейденвурф умер в 1472 году Вольгемут поспешил жениться на его вдове и возглавил мастерскую Анонимный художник почти наверняка проходил обучение в этом ателе И ясные яркие цвета, твердое мастерство и динамичная композиция воздвижения креста Демонстрирует его мастерство Демонстрирует его мастерство Демонстрирует его мастерство